Здравствуйте, друзья! Это вот та самая Лёля, про которую я рассказывал из Буэнос-Айреса. Лёля, сделайте вот так шляпой, вот так. А до Буэнос-Айреса, я боюсь соврать, в Днепропетровске. Да, в Днепропетровск, Днепр. Украинскую мову размовляем? Да, если нужно, умеем. Можем. А Микси, испанскую. А как попало-то в Аргентину-то, господи? Это была программа, которая была между Украиной и Аргентиной. В каком году было дело? Когда я попала, это был 98-й или 99-й год. А программа существовала где-то 10 лет до этого. Это было как обмен, в общем, как ринкар, допустим. Мы ехали все легализованные. 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 Уехали все легализованные. То есть ты сразу приезжаешь уже со всеми документами и сразу тебе дают ДНИ, идентификация. Слушай, а из Аргентины тоже в Украину забросили новичков, иммигрантов? Из Аргентины в Украину? Ну да, но если программа между Украиной и Аргентиной. Нет. А потому как нет. Потому как это дешевая рабочая сила, я так всегда говорю. Понимаю. То есть тоже получаешь ДНИ, это как здесь ринкард, ты делаешь, что хочешь. ДНИ и как ринкард не дает тебе ничего, никаких плох. То есть там образ социальных. Слушай, а там есть велфер у них в Аргентине? Наверное, есть. Велфер. Ну вот когда на пособии сидишь. Ну я не слышала. Ну есть бедные, да, которые люди из наших, так сказать, СНГ. Я не слышала. Да. Ну хорошо. Лёля, так вы что, выиграли гринкарту? Я что же? Ну где, когда сейчас? Да. Сейчас я выиграла. Не собиралась даже выигрывать. Так, ну и когда выиграла, это что? Это была дилемма. Когда я выиграла, это была дилемма, это было так. О! Что это такое? Нет, ну вопрос ехать надо. Я поняла. Стоял или нет? Нет, чтобы у меня до этого стоял вопрос ехать надо-надо, он у меня не стоял. Так. Это была игра. Это была игра. Это была такая игра, когда я сидела себе спокойно, никого не трогала на компьютере, и начали кричать вообще люди с шесть человек в другой комнате. Эй, ты хочешь? Давай, пишись. Отстаньте, не хочу ничего. Давай, и мне говорит моя дочка. Ой, я тебе, сейчас скажу по-эвпански хотелось. Да. Я тебя прошу, кто-то выигрывает, смотри, сколько людей играет, смотри, давай я тебя запишу. Ой, пиши, что хочешь. Это было так. Когда пришел этот розыгрыш, с первого мая, как всегда, он всегда приходит одинаково. Все проверились. Это было в том году, не в этом. Да. Да, 2013. Угу. Все проверились, про меня забыли, я тоже про него забыла. И уже было 12 ночи, Алина мне звонит и говорит, слушай, я забыла тебя проверить. Это дочь? Да. Проверяет, говорит, у-у-у, ты выиграл. Большая, большая девочка. Но если я скажу, что она большая, значит, сразу все поймут, что я очень старая. Ну, конечно, большая, взрослая, самостоятельная, и меня держит вот так. Получается, я ее дочка. Получается, что вы уехали, а она таки осталась в Аргентине. Она таки осталась в Ридачу, потому как она хочет гринкарту играть три года, а я так альпену. А у нее есть какой-нибудь идальго там? В смысле? Ну, кавалер или, может, на замужем? На замужем вообще-то уже как бы там лет, наверное, 12. Ага, то есть уже такая реально большая девочка. Все-таки же, я говорю, не спрашивайте, потому что все. Да. Хорошо, а внуки? Слово внуки не произносится, дочка моей дочки. Да, есть дочка. Констанца. Дочка Констанца по-русски говорит Констанца? Констанца по-русски не говорит, Констанца говорит по-русски холера ты ясная, больше ничего. Это что-то польское. Это я таки говорю, холера ты ясная. Холера ясная. Я сама не знаю, что это. Ну, хорошо, ладно. Придумала. Для ребенка. Действительно, чтобы как-то не забывать родной язык. Так что, ну, короче, приехала. Да, приехала я. Так что приключилось-то в аэропорту? Рейс ваш отменили? Отменили? Рейс ваш вообще отменили. Ё-моё, я этого не знала. Да, так мало того, чтобы багаж потерялся, как я понял, да? Так еще и рейс отменили. Что случилось с проживанием, как бы сказать, в эту ночь? В эту ночь. Значит так, когда эти балихи, экипахи, как они называются, чемоданы, которые чемоданы, когда они не пришли, потому как была ошибка. Это, как я говорю по-испански, слава богу. Ничего страшного. Нет, нет, это не то, что страшно. Я говорю, что в аэропорту много людей, которые говорят по-испански. Поэтому я стою и слышу, девочки разговаривают. Я к ним подхожу и говорю, девочки, слушайте, тут такое дело. Один чимонан мой приехал. Ну ладно, мне все равно это потерялся. В другом там были мои документы. Ну а чего? Мне нужен был тот, второй. Я говорю, где второй не приемил? Они... Да, кофейку нам принесли. Дабл шат. Так, сэдай. 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 А, так мы ее снимаем. Съемка продолжается. Сэдай, сэдай. Пей кофеек. Так, кофейку мы налили. Значит, мы про проезд. Ну, в общем, я когда... Девчонки, говоришь, ты говоришь, девчонки, давайте. Да, давайте. Я говорю, девчонки, да. Мой один чемодан пришел, который меня очень сильно не интересовал. У меня жен второй. Она говорит мне, есть ошибка. Эти чемоданы ушли в какую-то будегу. Я не поняла. Ну ладно, ушли, так ушли. Я говорю, и дальше. Она говорит, сейчас по рации. Они передали по рации. Я говорю, через минут 10 будут. Я смотрю на часы. Я говорю, подождите. И 10 минут, если у меня рейс был 21-30, по-моему. В общем, улет. Не важно, так? Да, это важно. Потому что у меня оставалось... Я смотрю, 21-20. Я говорю, у меня не остается времени. И передо мной висит табло. Я смотрю и говорю, подождите. А на табло написано 10 часов 41 минут. 40 минут, например. Я говорю, это разница получается час. Она смотрит туда и билет. Говорит, а, да. Подожди. Опять они по рации берут и говорят, слушай, что происходит. Они говорят, рейс задерживается на час. А, тогда спокойно. Спокойно бери. Я стою себе и жду эту балиху. Чемодан этот. Потом, когда я пришел, я бегу наверх. То есть из одного сектора, это интернациональ. Я должна была бежать в другой, в четвертый. Ну, в общем, туда. Я туда побежала. И опять-таки там я никого не нашла на испанском, естественно. Мне нужно делать чекео. Чекео. Я пошла на компьютер, делаю чекео. Это тики-тики. Тики-тики меня заклинивает и пишет. Эрор. 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 Мне ничего не остается. Я бегу к синьору, который, естественно, не говорит на испанское. Начинаю ему на пальцах вот так объяснять. Он смотрит, начинает тоже брать на компьютер и говорит. Эрор. А, он меня отправляет еще ко мне. Я не понимаю, что он мне говорит. Снова иду на чекео. Он меня хватает за руку и повел. Приводит меня к этой синьоре, которая не очень хорошая была. И она говорит на английском. Я говорю, спаниш. Она говорит, ну, я говорю, спаниш, тирадуктор, альгин, чтобы пришел кто-то перевести. Она медленно все сделала. Позвала там кого-то. Кто-то там, пока не подошли. В общем, они проверили, проверили. Она пробила, пробила. И стоит мне, говорит. Нет. Я смотрю, мне стоит за 10 минут. Говорит, а твой рейс нет. Говорит, я не разрешаю тебе пройти. Я говорю, я не показываю 10 минут. И говорю этому переводчику, он говорит, 10 минут. Нет. И я говорю, что мне делать? Она говорит, единственное, что я тебе могу дать на 6 утра. Говорит, если бы была вина твоя, то есть моя, я просто пошла, погуляла и потеряла рейс. Говорит, ты бы покупала бы билет сама. Ну, ладно, это понятно. Говорит, а как эта проблема была с этими Балией? Чемоданами, которые уехали, не понимая куда, говорит, значит, проблема наша. А рейс так еще и отменили тоже. Да. Я опять же говорю этому переводчику, скажите, ей мне сказали, он задержится 10 на 1 час. Она говорит, нет, нет, нет. Я говорю, хорошо, что делать? Она мне говорит, иди оттуда, где ты пришла, в ту компанию. Я стою и говорю, так я с вашей компанией, American Airways, я с вашей. Она говорит, нет, вы интернациональный. И объясни им все, что произошло. Объясни им. Я на нее смотрю, на каком языке. Объясни им. И тебе пускай дадут отель, потому что они должны дать из-за их проблемы. Это была проблема отеля. Или второй опцион. Говорю, какой второй опцион? Второй вариант, ты должна оставаться здесь и все. Я говорю, ну, в общем, тут. Заночуем в аэропорт. Да, заночуем в аэропорт. Я пошла в этот интернациональный. Походила, я там, походила, развернулась и ушла. Пошла. Все-таки, значит, когда ты попала из Лос-Анджелеса в Кремниевую долину? То есть, в 6 утра и полетела или еще там было? В смысле, из Лос-Анджелеса я вылетела в 6 с копейками. То есть, грубо говоря, ты прилетела в Кремниевую долину? Через 40 минут где-то, в 8 часов утра где-то так было. Сутки назад прилетела? Да. А где же ты сутки была? В аэропорту же я. А, Зека здесь? Ну да, написала в скайпе. Да, у меня же телефоны заклинили, один и второй. Я писала в скайпе. Я пошла, взяла Wi-Fi. Они мне дали клаву этого Wi-Fi для того, чтобы я ввела. Я написала, есть, все есть. Мой, как называется у вас, лаптап? У меня села батарея. Но проблема в следующем. У меня переходник другой, мне нужно купить эту штучку, потому что здесь ровненькие идут, правильно? А у меня идет вот такая вот штучка аргентинская. У меня идет, ну вот, не ровненькая, а чуть-чуть скошенная у меня. Вонапуду, влом идет? Вот так вот. В общем, я не могу включить ни компьютер, но я, ну не важно. Я по мобильным стала отправлять скайп. Я отправила сестре. Сестра получила. Тут же в этот момент у меня загорается зелененький портнов. Я отправляю в портнов и пишу. Я здесь уже в отеле, слава богу, приехала. В этот момент, правильно, в этот момент, когда я делаю инвиар, это сообщение, всегда горит зелененький. Так, в этот момент он берет и гасится. Все, пум, как бы выключился, как будто портнов нету в скайпе. И я поэтому и подумала. По-видимому, сообщение не ушло. Да, да. В камеру покажи такую штучку. У меня тут есть для новичков, если что. Так, она ровненькая. У меня влезет... А, это для европейского, я понял. Это для европейского. Из России, там, Украины приезжают. Да, это оттуда подходит. А у меня такие две штучки. Они тоже самые, здесь ровненькие, а у меня чуть как скошенные. Хорошо. То есть сутки ты билась за возможность подключиться к сети. Да. И вот так. А номер, который у меня американский, который я купила на Brighton Beach. Ну, Brighton Beach. Месяц назад пригласили. Когда я там была сама, уже не помню. Да, месяц назад. Вот. Он у меня пищит почему-то. У меня сошел с ума. А сошел он у меня с ума потому, как... Я когда брата летела из Нью-Йорка, я не выключила телефон. Я забыла его кинула вверх, а потом мы летим. Алина говорит, сколько время, где твой телефон? Я говорю, у меня наверху. Я его не выключила. Видно, пошли и сняли, и сняли эти сателлиты. И они, не знаю, или они сбили, или не что. Сбили самолет, сбили спутник. Не сбили, сбили мой мобильный. У меня высветилось миллион непонятно чего. Он стал ступором в Аргентине тоже нет. Всегда я его включила. Он пищит. Лёля. Он не прекращает пищать. Я хочу спросить вообще. Мы вообще откуда знакомы, скажи. Мы знакомы с вами, начиная с видео, которое я смотрю три года. Вот смотрите, что я вам хочу сказать. Я тоже говорила с Алиной. Я чего начала смотреть эти видео? Я говорю, а я не знаю. Не потому что мне интересно, да, там вот Портнов я где-то там услышала или что-то. Нет. Я не знаю. Собственно, мне было ощущение. Какой мужчина? Нет, потому что я его не знала, его глаза никогда не видела. Это было три года назад. Почему мы стали считать, сколько Констанции было лет? Я говорю, сколько Констанции было лет, когда мы начали смотреть. Констанция, она говорит, подожди, минуточку, Констанции было где-то лет 10-9. Я говорю, Констанции 12 лет. Значит, мы Портнова смотрим три года. И больше смотрит. Алина смотрит, когда и кричит мне, ой, смотри, как прикольно, посмотри, какая школа, за Америку вообще никто ничего не говорил. Алина летает в Америку по своим делам, у нее там, ну, что свои дела, там бизнес. Она в Нью-Йорк, туда-сюда. Почему она цепляется и смотрит все видео с Америки. И началось все из-за этого. Потом, когда я стала смотреть, я говорю, ой, так это же прикольно. Так как я хакер, ну, это так все говорят, там, сломать что-нибудь, залезть, сделать. То есть, ты знаешь, что вы хакер, то есть, все, что трону, все ломается. Это у них теперь хакер. У меня 200 миллионов программ, все, что хочешь, я занесу, вынесу, выставлю. Короче, не важно. Не важно, все, что хочешь. Надо вычистить, вычистить. И она говорит, смотри, это по твоим делам, говорит, ты у нас торчишь в компьютере 24 часа в обнимку. И я начала смотреть это. Потом, когда я начала писать ля-ля-ля-ля, и тут бум, получается, это грин-карт. Да. И я стала писать себя. И она подумала, кого я знаю в Америке. Тихо, 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 тихо. Да, и в Санта-Барбаре там еще. А по профессии ты кто? Начиная откуда? У меня много. Ну, последнее время чем занимаешься? А, когда в последнее время такая, там, с Алиной в ее импрессии, это импорт-экспорт. В бизнесе. А вообще, какое-то образование было же в Украине? В Украине. Начиная с Украины, товаровед. Называется Суэцкая торговля. Товаровед. Прямо советская? Да, так называлась она сразу. Техникум советской торговли, потом институт советской торговли, товароведения. Это в Днепропетровске все? Нет. Техникум был в Днепропетровске, институт был в Запорожье. Прямо оттуда. Так, а работала, где жила? Я, в общем, как там товаровед, я практически не работала, была там на практике, ну, это промышленные товары, все, опять же, все, что компьютеров тогда не было. Все, что связано, связано. Ну, в общем, промышленные товары, этим словом. Вот, потом я не работала, у меня муж работал. Вот, и потом, когда наступили скрутные времена, ну, как все, вы знаете, ездили там. Челночила. Польша. Польша, Турция и то, и там все. Хорошо, теперь попали в Аргентину. Что делала в Аргентине? В Аргентине, когда не знаешь язык, делаешь все, что угодно. Ну, как здесь. Ну, конечно, минус проституция, если кто выбирает. Моешь, убираешь, там подобное. Я сразу попала в офис, мне повезло. А, таки попала в офис. Вот, сейчас дружим, 16 лет с ним. Это был мой первый патрон. Вот, и у него убирала, ну, то есть, это было то же самое, как здесь, каврелин, это вот так, с пылесосом пройтись. И когда я зашла, я не знала ничего. Я когда зашла, мне говорят, «Колес ту номбре?» Я слышу номбре, и говорю, «Намбр». И стою на английском, говорю, «Намбр, какой номер? Номер? Почему здесь номер?» Я говорю, «Колес ту номбре?» И другой, который встал, говорит, он спрашивает, какое твое имя. Я говорю, «А-а-а-а». А, говорю, «Ольга». И потом, когда начали, уже все с ним подружились, что он делал? Он брал, у него такой был дикционарий, вот словарь такой большой. Я, говорит, вот тут села, говорит, поубирала быстренько, села, три часа. Хочешь или не хочешь? Я тебе пишу вопросы, говорит, а ты мне сейчас ответишь. Все, что я тебе написал. И я по словарику отвечал, он приходит, о-о-о, молодец. И вот так начался. Он меня взял работать в отель, у него, это Мардельплята, это на берегу. Мардельплята переводится в Серебряное море. Ну, в общем, окей. На берегу, побережье трех звездочек у него был, по-моему. Отель туда тоже. Мне дали там, по-моему, шесть абитационов было, комнату. Вот. Надо было их там пылесосить, убирать, все. Потом я говорю, что-то мне не нравится. Стала говорить уже. Мне говорят, ладно, переходи на эту, как называется, там, где стирают белье. Там закинула, говорит, вынула. Прачечная. Да, прачечная. И вынула. Хорошо. Я туда пошла, это было, не было проблем. И там с утра кофе попил, поговорил, рядом кухня, с ним спрашивала, а что у нас на обид? Ну, в общем, было классно. Но дело не в этом, дело было в другом. Я начала плакать. И там такая была машина, в которой гладят простыни. Да. Вы знаете ее, такую машину? Ну, я ее знаю не лично. Нет, ну, понимаю, не лично. Но понятно, что есть машины, которые гладят простыни. Да, вы не знаете. Нет, она сверху ее прижимает, да? Да, да. А как она включается? Какое мое дело? Правильно, мое тоже точно так. Я с какого мое дело? Да, оно включается на газе. Вы понимаете, что это за ужас был? Сзади такая штука длинная. Надо было, какая-то палка тут засовывалась. Потому что там крутить. Идем. Леля, это у нас еще будет время. Про этот самый машину. Я поняла. Ну, в общем, меня убрали из отеля. Подожди, давай. Давай так. Работала в отеле. Потом что? Что приходилось делать? В Аргентине? В Аргентине. Да. Потом я работала в магазине. Тут же, когда ушла с отеля, плакала. Вот, из-за этой дурацкой машины все не могла включать. И поэтому я сказала, что чао, чао, чао. И я ушла, потому что я познакомилась с другим человеком. Это тоже случайно. Вот. У него была сеть этих магазинов разных. Он был с Египта. Ну, я так я... А, типа араб. Он араб-арабский был, да. Да. Я не знала арабов. То есть, ну, не знала, кто такие люди. В принципе, боялась как бы так. А они нормальные люди. Нормальные. То есть, не приставал, ничего. Нет. Они нормальные. У них есть свои, как бы, сказать, коди, ну, правила. Не знаю, как сказать. Есть такой вот. Ну, вот он меня взял. Вообще, я думала, что не возьмет. Хотя взял. Потом приезжали еще люди уже тоже. Арабы из Ардании приезжали. И я думаю, все, у меня сейчас попрет. Потому что русская и арабы. Я подошла, сказала, что Хасан, мне уходить. Он говорит, нет, ты остаешься. А я потом спросила. Я говорю, почему ты меня взял? Говорю, ты меня видел один раз. Мы с тобой бля-бля-бля поговорили. Я пришла к тебе. Я говорю, Хасан, мне киться некуда. Давай. Он говорит, знаешь, что? Я жизнь прожил. Он был, не знаю, сколько ему там лет было. Не помню. Например, 60. Не помню. И он говорит, я знаю достаточно людей. И, говорит, поэтому, глядя на тебя, говорит, я знаю, ты не уворуешь. Говорит, ты смотришь в глаза и говоришь. Говорит, бля-бля-бля-бля. Говорит, вообще, я тебя взял только по этому. Поверь мне. Из-за этого было так. Так, секунду. Итак, значит, давай так. После араба, после магазина, после всех дел. Просто, как вот, перечислением. Не долгая история. А вообще, чем приходилось заниматься. Мы поняли. В гостинице, в прачечной, в магазине. В магазине, где подцепляешь язык, уже пошел, пошел немножко. И потом я пошла работать официанткой в ресторан. Ну, там уже с клиентом можно было говорить. Потом уже даже были, как они называются, когда собираются большие, важные, ну, важные реунионы, когда в ресторане. Корпоративы всякие. Да, вот типа этого. Да-да-да. То есть, там уже тебя обучают, как этикету, как обслуживать, как это. Не то, что просто официант, а так. Ну, хорошо. Там это следующее пошло. Что-то более сложное, чем вот такую примитивную работу. Что-то делать? Не хотелось более сложное, что-то делать? Дальше, да. Потом, после, дальше я уже не помню, было много чего-всего. Потом я пошла учиться в школу, это карьера три года, которая называется, как она называется по-русски, не знаю. Что делать? Она называется терапия биоэнергетика, терапия биоэнергетика на основе психоанализа, могу так сказать. Вот такая вот штучка, удается проникать? Да. Так. Но мы руками не трогаем никогда никого. Нет-нет. Эта терапия достаточно сложная, и она направлена… Это все же на расстоянии, в этом же гнусность. Подходит человек, вроде руками не трогает, и все из тебя вытягивает, вытягивает. Нет, мы ничего не у тебя, сами не тянутся. Дело в том, что, что я хотела сказать, я хотела сказать, что эта терапия направлена на людей, которые понимают, о чем идет речь. Если меня спрашивают, а ну-ка расскажи-ка, я могу сказать в двух словах, но не более, я не имею права об этом говорить. Если ты хочешь, ты идешь и делаешь. Ладно, не важно. В общем, это была карьера три года. Это школа три года. Да, это школа три года, да. Я вела группы, группаль, в общем, группы вела, потому что есть для групп и есть индивидуально. То есть, ну, нравилось этим заниматься? Мне очень нравится. Но это зарабатывать можно этим? Можно, но я потом перестала этим заниматься, потому что есть определенные причины, когда ты приходишь к какому-то моменту, или не приходишь. У меня в такой момент наступил, я не имею права трогать человека. То есть, трогать в кавычках, я не трогаю. Да. Подходить, потому что интерн-передача, как называется. Ну, в общем, да. То есть, начинаешь на себя получать или что? Я могу передать человеку, он придет с одной проблемой, уйдет с десятью. Ой, господи, боже мой. Потому что, если я не стою в фирме. Да, надо чистеньким быть, да. Конечно. Поэтому этот момент ушел. Дальше у меня были, это вообще не звездная. Дальше у меня были наливные полы, полы 3D. Хорошо, понимаю. Отлично. Потому что вновь я смотрю, э-э-э-э, я говорю, ладно, неважно. В общем, занимались этими полы 3D. Обычно они с потолками натяжными идут? Нет, ну с потолками нет. Я полы 3D и пару раз отравилась этим лаком. И потом, то есть, потом я вела курсы. Я вела курсы этих полы 3D, кто хотел, в общем, мы собирали курсы, но больше двадцати человек ты не поддерживаешь. Давай я вот выскажу суждение. Да. Досталось тебе. Спасибо. Правда? Ну, настроение хорошее, я смотрю. Ну, надо что делать. Давай так. Какой вообще план жизни в Америке? Вот приехала. Ну, я понимаю, ну, приехала. Да. И дальше чего? Дальше. Ну, какой план? Есть какой-то? Первая. Работа. Ну, хорошо, какая работа, например? Работа, я не знаю какая, потому как я прекрасно понимаю, я иммигрант, который уже прошел кое-что, поэтому я не кричу, что я вау, поэтому если мне скажут, иди, дорогая моя, мой туда, я пойду туда только для того, чтобы слышать английский язык. Хорошо. Только для этого. Работать и подхватывать язык. Это. Первый этап. В магазин, туда же, неважно, мне неважно, только слышать и начинать говорить, начинать найти друзей, естественно, когда ты общаешься. У нас тут друзей сколько хочется. Ну, общая, я имею в виду, общение на английском, я сейчас говорю, на русском, это одно. Я сейчас с вами на русском говорю. Тебе бойфренды надо? Может быть, да. На английском тоже, да, точно? Конечно. Знаешь, есть такой анекдот, как спрашивают там на радио, говорят, как быть, если видишь сны на иностранном языке, и говорят, надо спать с переводчиком. Да, нет. Так, хорошо. Значит, так, ищем тебя бойфренда, сейчас будем присматривать. Хорошо. Слушай, а ты же с ним по-английски-то, ну да. А у меня стоят все программы в телефоне. Значит, надо такого бойфренда, который, значит, еще и по-испански может быть говорит. Хорошо. Потому что испанский нет проблем, я с испанскими общаюсь здесь вот так. Итак, пошли дальше. Значит, выучили язык с бойфрендом, без бойфренда, дальше что? Дальше что хотела, я не знаю, хотелось бы мне, конечно, очень, так как у меня любовь моя к компьютеру, поучиться у вас в школе. Но реально я понимаю, что не зная английский язык... Не получится, работать не получится. Или сделать этот, как его звать называется, онлайн. А он тоже на английском. А он тоже на английском, да. Ну хорошо, то есть в перспективе. Хорошо. Я прошла курс о тестеров на испанском, у меня это есть. Правда? Да, правда. Ну понятно все там. Как по-английски тестирование программного обеспечения? Тестинг, программацион, софтвар. А, то есть софтвар так и есть софтвар. Тестинг так и есть софтвар. Тестинг. Си-си, да. Си-си, окей. Ну что же... Но там, когда объяснял этот человек, это онлайн было. Вот понимаете, он объяснял мне непонятно было в том плане, что есть люди, которые говорят, и то есть это может быть просто. И ты понимаешь, есть такие моменты, которые, ну не надо так вот долго, ты вообще уезжаешь куда-то. То есть для меня было сложно. Я посмотрела, посмотрела, был курс другой на Киевского университета какого-то, не помню. Но он коротенький, потомуrä FEHL, там была только база. Ладно, там было понятно, но это только база. Потом, когда на испанском это все прошло, просмотрела, то есть вроде, вот это как называется, знаете, как машина, которая буксует. А мои лекции на русском слушала? Две, по-моему, я слушала. Это у меня 20 часов есть на русском. Мне кажется, что подскажи мне вот здесь, вот здесь. И на одном месте как стою, стою, стою. Там надо было протестировать, например, найди ошибку в этом тексте, например. И это ладно, это получас, но это просто начало всего. Идем дальше, а дальше я... Понял. То есть, короче, этому надо еще научиться. Ну, хорошо. То есть, какой такой глобальной, долгоиграющей цели пока нет. То есть, что я буду делать через 10 лет? Через 5. Через 5, через 10. Ну, через 5 тестером, я понял. Да, если бы я закончила, у меня бы это получилось. Я думаю, что получится. Вот. То, да, тестирование меня привлекает очень. Хорошо, такой момент. Значит, с точки зрения жизни. Ну, вот хорошо, сейчас гостиница, я понял. Значит, сейчас, кстати, уже цены вниз пошли, мы видим. На недвижимость, на эти самые, на аренд. Значит, какой план в этом смысле? Мы можем к нашим девочкам вот послать, к студенткам. Но они там живут достаточно стесненно. То есть, это может быть там бандбедером 3 человека. Я поняла. Я знаю, я проходила, проходила, я никогда не проходила. Я смотрела на... На видео? Нет. Сайты, сайты, сайты. На крекс-листе? Нет. Сайты, сайты. И я с ними там переписываюсь. И он мне написал, почему я знаю, он, потому что он писал, что он инженер. Почему я, например, не знаю, что он. Ну, ладно, неважно. Я говорю, 20-го числа где-то я буду. И он мне говорит, там 800, по-моему, у него была комната. Это неплохо. Да. Лоусальтос. Лоусальтос. Я брала только Лоусальтос. В Редидор, в окружении, там дальше дешевле есть. Там по 500 можно найти. Комнату? Да. Что-то дешево. Да. Надо искать, надо знать места греба. Ну. И потом он мне говорит, короче, это доступность... Офу. Тысячу долларов депозит. Ну, началька. А это может так быть, взял депозит, а нет человека? Я ему пишу, да. Да. Я ему пишу. Хорошо, напиши мне свой e-mail, мы с тобой будем общаться. Он мне говорит, когда ты приедешь, мы встретимся. Я говорю, хорошо, мы встретимся, хорошо, мы поговорим, я поеду с тобой, мы посмотрим. Он мне сбрасывает все фотки. Я говорю, хорошо, мне понравилось. Но я ему пишу, мне не подходит твоя цена. Мне не подходит. Да, я подумаю, мне не подходит твоя цена тысячу долларов депозит. Он говорит, ну, это все так берут. Я такая говорю. Да, он говорит, ну, ладно, 500. Я ему пишу, ладно, я подумаю. И еще другое, там много, там выскакивает вот так вот. И когда я заходила, опять же, в этот сайт… — На каком ресурсе? Что это? Где-то секрет? — Нет, это не секрет. Я не помню. Я скажу. — Лёля, я считаю, что на первый раз мы отпустим наших зрителей, вот как есть, а то они могут побежать по дорогим делам и не досмотреть нас внимательно. — Да, да. — Поэтому, ну, что-то им скажем, может, по-украински, там, что-то такое, а то и по-испански. — А то и по-испански. По поводу чего? — Типа попрощаться. — Пока. — Пока. — До свидания. Я с вами. Я очень люблю вас. И я люблю Аргентин. Я, что ж, что. Он стоит там. — Очень приятно. — Спасибо вам. — До свидания. — До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok